Вместо кислорода в легкие попадает дым. От неприятного запаха страдают жители трех домов. Недавно пожар на свалке приезжали тушить спасатели. Но через несколько дней мусор вновь охватило пламя. Как начинает ветерочек дуть, все в наших квартирах, все в нашем дворе, там дышать невозможно практически. Такая вот у нас обстановка, что мы постоянно задыхаемся. Среди дня, пожалуйста, ночью ничего не откроешь, нигде ничего. Мусор на эту свалку приносят с местного рынка. В числе отходов множество картонных коробок. Они вмиг воспламеняются. В результате начинает плавиться пластмасса, которая здесь также немала. О проблеме жителей знают в местном исполкоме и санстанции. Здесь утверждают, за нарушение санитарного законодательства наказывают работников коммунальных предприятий. Привлечены пять должностных лиц именно этих коммунальных предприятий. В том числе горящий мусор – это тот мусор, который своевременно не вывезен. Поэтому привлекаются именно должностные лица этих коммунальных предприятий. Коммунальщики утверждают, мусор с этой контейнерной площадки вывозится в соответствии с графиком. А за порядок вокруг контейнеров нести ответственность не обязаны. Согласно договору, территория вокруг контейнеров, подъездные пути и приведение этой территории в порядок находятся на совести частного предпринимателя, который обслуживает рынок, владелец этого рынка. На рынке комментировать сложившуюся ситуацию на камеру отказались. Но в частной беседе рассказали, договор на вывоз отходов с коммунальным предприятием заключили. Согласно документу, мусор должны убирать трижды в неделю. Если бы работали по графику, такое количество отходов здесь бы не успевало накапливаться. Отделя Мулякова, Светлана Киктева, Панорама.